Так, связь есть. Я вас приветствую, дорогие друзья, вас зовут Семас Приятень. Сегодня, когда вся страна находится в преддверии президентских выборов, скоро начнется официальная кампания. Все одни готовят газеты, вторые вывешивают уже билборды по стране. А в это самое время у нас сегодня есть ряд очень важных проблем, о которых либо мало говорят, а о некоторых не говорят вообще. Я наблюдаю, что сегодня Национальная комиссия по общественному здоровью она выходит с некоторыми инициативами и в очередной раз без каких-либо конкретных решений, как можно реализовать эти инициативы. Национальная комиссия 14 сентября решила, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать нахождения избирательных участков в день выборов в школах по всей стране. Вы знаете, что как примар муниципе Абеллс, я хочу вам заявить, что это полный бред. Потому что идея, она в принципе правильная. Потому что школа, там учатся наши дети, туда ходят наши учителя, технический персонал, который обслуживает школы. Но если... Скажите, пожалуйста, где их тогда открыть? Они вот говорят, найдите другие места, пусть примария договаривается с экономическими агентами и так далее. Как вы себе представляете, сегодня в Бельцах, где, например, 58 избирательных участков, а 48 из них находятся в школах, а в некоторых школах находится несколько избирательных участков. Значит, люди уже привыкли там голосовать, они знают туда дорогу. И сейчас нам где их открывать? В дискотеках, в цветочных магазинах, в аптеках. Вы вообще думайте то, что вы сами предлагаете. На самом деле, избирательные участки можно оставить в школах, так как их знают люди, но с одним очень важным условием. Первое. Значит, так как выборы у нас пройдут 1 ноября, значит, 2 ноября нужно сделать выходной день для школьников, для учителей. Потому что в воскресенье 1 ноября через эти школы пройдут тысячи людей. Ни одна школа не будет в состоянии, то есть пока люди проголосуют, вечером посчитают голоса, они не успеют ночью правильно убрать и обработать эти школы. Поэтому сегодня единственное решение, еще раз повторяю, это 2 ноября сделать выходной день для школьников, и для всех учителей, для того, чтобы в течение всего дня в понедельник при помощи местных властей навести порядок и подготовить школы, чтобы они были безопасными для детей, которые придут на уроки 3 числа. Вы понимаете, что сегодня, когда в новостях появляется информация о том, что все больше детей заболевает этим коронавирусом, больше учителей, мало того, что непонятно в каком ситуации мы окажемся к 1 ноября, значит, мы еще до этих выборов можем сегодня, получается, поставить под угрозу жизнь сотен детей, а потом что, после выборов вы хотите, чтобы они все слегли? Предложите уже хотя бы что-нибудь другое, хотя бы смешное, предложите в коронцах, в палатках, кто-то слышал, в автобусах мобильные игры устроить урны. Ну, еще раз, эту проблему нужно решать, и решение этой проблемы я вижу только таким образом. Астас кинт, тот с копией, тот с профессорей диншколи, держа объем здесь деказурь копии с профессорей инфектации. Я думаю, что, реально, они существуют сотни, и для этих причин, я думаю, что, еще раз повторяю, чтобы, еще раз повторяю, что, для начала 2 ноября, должно быть, для школы и для всех профессорей, чтобы школы были очень хорошо подготовлены. Я не интересую никакого результата, если, после первого турнира, которые будут находиться в 1 ноября, мы получим миллион, миллион и профессори инфектации. Я думаю, что, сегодня, я поговорю о том, что, если у нас здесь, когда в Соединенных таблиц, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Самым мерзким, что может себе позволить некоторые из тех, которые называют себя политиками. Например, по ситуации в России. Хочу вас проинформировать, что еще в конце июля посол Республики Молдова в Российской Федерации, господин Негуца, обратился в Российское Министерство иностранных дел с письмом, в котором он попросил открыть 38 избирательных участков на территории Российской Федерации. А Россия, чтобы вы знали, им разрешила половину. Примерно в России будет открыто 15-20 участков. Я вам скажу, что зря Дадон рассчитывает, что все там будут стоять на этих участках, в очереди голосовать за него, так же, как и все те, которые будут находиться в Европе, будут голосовать за Майя Сан. Те политики, которые сегодня говорят, что в России будут избирательных участков слишком много, успокойтесь. Потому что у Негуца, у всего аппарата посольства Республики Молдова в Российской Федерации, они могут сегодня обеспечить работу максимум, как я говорил, примерно 15 участков. У них просто нет людей для того, чтобы обслужить 30, 40, ну 38, как, по крайней мере, попросил Негуца. Значит, я хочу дать добрый совет Дадону Исанду и Кику. Не делите людей на своих, на чужих. Перестаньте сегодня вести себя так, что вот вы все эти годы заботились о диаспоре. Вы все видели, как заботились они о диаспоре, когда началась эта пандемия в мире. Вы все видели, что у них были бы не сбывались в Россию, но у них были бы не сбывались. в ресурсе существующей. Алтые были другие проблемы. Люди были украшены. И сегодня вы должны быть грижей для диаспора, чтобы быть в России, в России, или в Европе. Сегодня вы должны быть в статях где мы имеем большинство мольдовцев. Это очень важно, который я хочу сказать, что в конце июля, когда Дом Негуцов с адресат, Министерирую Афачилу Русской Федерации 38 секции в Русской Федерации, тогда были в регистрации и были в регистрации большинства, чем секции в Русской Федерации. Додон есть персонаж который, когда принесли все специалисты, все специалисты, в доме интернету, вы увидели очень хорошо что вы можете фальсифика онлайн или что. Не важно. Додон в 8% пустянули у меня более 7000 vote. То есть какие-то вещи и я уверен что это когда эти вещи будут быть вы вы Додон сегодня выясняет что вы выясняет что вы выражает Никто из Демократа, может быть, из-за других партий, если не ошибся, может быть, только двое. И Дудон, как сейчас думает, как пастает силу после президента, которые, сигурно, будут потерять. Я хочу сказать, что-то очень важное для Игоря Дудон. И я сделаю о том, что вы заявляете и о том, что один из которых уже становятся исторические. И от этих специалистов, которые сейчас consultы на Дудон, эти специалисты, для того, чтобы знали Дудон, они изучают на лечеу, и они изучают роману Марин Преда, «Советный памятник». Этот роман в котором он показал, «Изминский алиц, ты ищщщий алиц, ты ищщий алиц, ты ищщий алиц, ты ищщий алиц, ты ищщий алиц, в панацию 13». Тот, с этим романом, работал для Плахотнюк. Плахотнюк, а теперь, знаете, где он был. Это важно, чтобы не думать, как мы собираемся. Сегодня, с этим романом, он уже управляет в голову Дудону. Говорит, что он больше любит, что он больше любит, что он больше любит. Сегодня, эти специалисты, Дудону, будут вгруппироваться, как политики. Но самое страшное, что это не так. Это так, как политики, как президент, как патриот. Я сказал много раз и сказал, что Дудон должен быть дымисием. Дудон не будет играть и не будет руковаться с самотой. Останавливайте, чтобы организовать лекарные президентские, на 1-й септембре. Это будет очень грязь для Молдовы. Дудон, если он, если он, если он, чтобы он, чтобы он умер, и будет готов, чтобы он умер, но будет президент Макаренко, только за счет того, что он умер. И если ты, Дудон, умерз на эту цель, это будет абсолютно грязная, И это только для того, чтобы неизвестить фрауды, мимыри, имитари и другие вещи. Я думаю, что максимум, что мы будем осознать, это осознать Пенитенциару номер 13. Как я сказал вчера, в интервью, здесь у вас есть хорошие условия. Я понимаю, что вы готовы к Ростову, но я уверен, что рождается много на Ростове. Это требуется на Магадан. И если ты стоишь на Магадан, потому что здесь нет фрукты, ты стоишь на номер 13. Здесь, конечно, будут более хорошие. И ситуация будет гораздо более стабильная. Это очень важный вопрос, который связан сегодня с фракетами, из-за пропаганды, которые начали с Дудон. Дудон, который предоставил о кампании куратой. В этом случае, я хочу сейчас адресаться на Магадан, в первую очередь, и на все эти цели из Магадан. Почему, в первую очередь, на Магадан? Потому что, через методию Плахотнюк, Дудон, он имплут интернету, контроли, когда Балтия еще раз, хавозы, устроенные проблемы, и на все другие. Не убедите Балтия и Балтия, Дудонилор. А вы, что вы убедите сегодня? Болтения у них показали позиции, и в 2015, и в 2018, и в 2019, когда они были с цернией, и с остальными, и с остальными, и с остальными, и с остальными, и с аберрацией. Болтения у них показали, и в данном случае, что Болтия это один город, где все минусы и пропаганды не проходят. Болтения у них показали больше раз, но сегодня эти вещи не для того, чтобы убежать Болтения. Болтения, мурдари, они будут влиять в инфляциях в Молдову, которые не были в Болт, которые не были в Болт, и не знают, что это ситуация невероятная. Болтения у них не было в Болт. Болтения у них сказали, что если вы хотите, как вы хотите, как вы хотите, в прошлом году, по Андрей Андреевич, по дуану Майя Сандо, и это решение. Болтения у них нет. Болтения у них нет. Бог не верит, потому что проблема засухи не решилась после твоих молитв. Поэтому Додон делает выводы, перестань использовать церковь, перестань использовать граждан страны и пытаться делать всех идиотом. Вы понимаете, что Национальная комиссия разрешила культурные мероприятия под открытым воздухом, как работа театров, кинотеатров под открытым небом, концертов. Додон уже подготовил себе примерно около 10 концертов в предвыборную кампанию, больших, а будут еще и маленькие. То есть вы понимаете, этот человек идет на все. Я тоже проводил Додон концерты, но я их делал в течение 4 лет. Я не делал это так, как делаешь ты. Сегодня людям очень тяжело, сегодня очень многие боятся, будут прийти на избирательные участки, кто-то боится коронавируса. Кто-то боится не столько за себя, сколько боится за своих детей. И сегодня наш этот звездочет Додон просто творит все то, что вы видите сегодня. Он не может смириться с тем, что он уже проиграл эти выборы, и любые его попытки сегодня точно ни к чему не приведут. Вы понимаете, что сегодня, как говорится Додон, при интервью-ори, что люди планы, когда он увидит, когда он увидит, при сайте. Додон, если ты планы, ты планы, если ты не так, что ты идиот. И в следующий раз, я скажу, что то страна будет радоваться с радостью. И вы будете все мартурами этого события в истории Республики Молдова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро! Мы с этим будем бороться, я еще раз хочу обратиться к Бельчанам, я обратился на государственном языке, я хочу обратиться на русском. Уважаемые Бельчане, вы видите, что Додон и его подлые тролли, консультанты, некоторые телеканалы начинают опять очернять Бельцы. Говорят, что он самый грязный город, самый плохой. Некоторые советники Додона даже пишут, что в Бельцах одни психопаты, поэтому они поддерживают усатого, они просто негодяи. Вы видите, что они у вас попрошайничали все эти голоса, вы им ответили жестко. Сейчас за счет этих всех репортажей они хотят показать всем жителям страны, которые не знают, что наш город с каждым днем становится все более комфортным и уютным для жизни, и мэрия Бельца является уже много лет самой транспарентной стране, они это не показывают, они хотят показать, что вот усатый, смотрите, как все плохо организовал Бельцах, а как же он организует в стране. Мы точно с вами будем в состоянии сделать все намного лучше на национальном уровне. Бельцы были, есть и будут символом транспарентности в стране, а не как президентура, символом которой является сегодня кулек. И то, что наша с вами задача сделать этот кулек максимально помятым к выборам 1 ноября, я уверен, что мы с этим справимся. В заключение я хотел бы сказать одну очень важную вещь. Если мы будем цепляться за старое и прошлое, то будущее может никогда не наступить. Всем спасибо, всем хорошего дня, всего в правде, все у нас получится. Пока.